для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты 500 555 грамм муки 300 миллилитров теплой воды столовая ложка с горкой сахара 2 чайные ложечки дрожжей сухих чайная ложечка соли и столовая ложка водки соединяем дрожжи и сахар вливаем немножко теплой воды и перемешиваем если у вас будут обычные прессованные дрожжи тогда не надо воды вливать просто перетереть сахар с дрожжами до получения жидкой такой массы теперь вливаем миску теплую воду вода должна быть градусов 30-35 выливаем дрожжи добавляем соль вот постепенно подсыпаем просеянную муку добавляем порциями и размешиваем чтобы не было комочков когда тесто станет уже таким что его трудно замешивать ложкой высыпаем на стол оставшуюся муку нужно немножко в сторонку отодвинуть возможно это лишнее будет я просела 550 грамм сразу будем смотреть по плотности теста дальше вымешиваем тесто руками муки сразу много не надо подсыпать будем по ходу смотреть тесто должно получиться таким нежным и однородным благодаря тому что мы влили ложечку водки туда тесто будет лучше подходить а потом когда будем жарить беляши когда мы меньше масла будет впитываться у них и конечно же получится в результате вкусно хрустящая корочка как я думаю вот эта мука нам больше не понадобится вот эту сейчас может вместе еще в тесто вот такое тесто у нас получилось она слегка слегка прилипает к рукам но больше я муки добавлять не стану чтобы не забить тесто теперь берем миску большую вливаем не немножко масла подсолнечного смазываем миску хорошо помещаем туда наше тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить теплом месте на полчаса прошло полчаса тесто начало подниматься у нас сейчас мы его немножко обо мне для этого смазываем руку подсолнечным маслом аккуратно обменами долго мять не надо где-то две-три минутки так чтобы выпустить образовавшийся в тесте газ тесто не липнет к рукам так как мы их смазываем подсолнечным маслом низко у нас тоже смазано было пойду очень хорошо так будет достаточно теперь оставляю тесто в миске в этой опять накрываю и оставляю уже подходить где-то на час примерно чтобы тесто увеличилось как минимум два раза прошло два часа после того как я обняла тесто вот так вот она у меня подошло хорошо увеличилась раза в три наверное теперь будем приступать собственно к формированию самих беляшей смачиваю руки подсолнечным маслом и разделяю тесто на небольшие кусочки примерно такие где-то грамм по 60 тесто я больше не обминаю просто взял делю желательно чтобы они были более менее одинакового размера теперь берем кусочек теста поверхность смазываем маслом чтобы не прилипал и вообще полностью под всеми смазала что в тесто не прилипал и вот так руками прямо превращаем шарик теста в лепешечку тесто очень мягкое податливое поэтому никакая осколка ничего не понадобится а затем набираем фарш и распределяем по лепешке края оставляем чтобы было как засыпать поднимаем краешки так формируем такой как-то мешочек хорошо защипываем края и прижимаем а затем уже этот мешочек тоже превращаем такую круглую лепешечку вот такой беляшек получается такую процедуру повторяем пока не закончится все тесто все беляши я уже сформировала теперь пойду жарить